выбросьте подальше бумажные карты и путеводители достаньте ваш смартфон именно он способен заменить все нужное для путешественника как при помощи различных программ сегодняшнем выпуске программы гаджет мы будем тестировать приложение для путешествий чтобы понять способны ли они помочь туристу либо наоборот усложнят ему жизнь ну а тестировать их буду я сергей белоусов после вот этого момента вы понимаете что дальше будет круто каждую неделю знакомлю вас с интересным из мира электронных устройств ты любишь ужестики обожаю сегодня в выпуске вас ждет много интересного не переключайтесь и Редактор субтитров А.Семкин В прошлом выпуске программы «Гаджет» мы с вами начали тестировать наш город на способность принять туристов. После двух крупных событий прошлого года, а я говорю о саммитах Шосс и Брикс, о нашем городе узнал весь мир. А значит, этим летом мы ждем огромное количество туристов. И чтобы понять, насколько им будет комфортно в Уфе, мы решили протестировать некоторые полезные штуки. Мы с вами узнали, как смартфон может заменить бумажные карты и путеводители по достопримечательностям. Как при помощи камеры и приложения узнать все о культурном наследии, памятников и домов. Ну а сегодня мы продолжим эту тему и посмотрим на другие приложения для путешественников. Ну что, поехали? У меня за спиной рюкзак, в кармане смартфон. Вперед гулять по Уфе! Сегодняшние тесты мы также, как и в прошлый раз, будем проводить на улицах нашего города. Помните, все, что вы сегодня увидите, можно легко использовать в путешествиях по другим странам. Начать хочется с одной очень распространенной проблемы – незнания языка. Хорошо, если вы только перемещаетесь между отелем и пляжем на отдыхе. Тогда знать нужно всего пару фраз. Но что, если вы любитель погулять по новой местности? Вы хотите посетить магазины, купить новые вещи или попробовать местную кухню. Правда, в таком случае камнем преткновения может стать банальное незнание языка. Из-за него вы не понимаете, что это за магазин, какие вещи там продают и что входит в состав вашего обеда. Но не все потеряно. Обратите внимание на программы-переводчики. С их помощью вам больше не надо будет носить с собой здоровенные словари, хотя их электронную версию все же стоит иметь на вашем мобильном устройстве. Зачем? Поймете немного позже. Что же касается переводчиков, то удивительным при работе с ними является возможность не писать вручную слова, а просто использовать камеру смартфона. Возьмем, к примеру, Google Переводчик. Он доступен в магазине приложений. Открываем его, выбираем языки, с какого и на какой нам требуется перевод. И все. Теперь у вас есть два пути. Либо же вручную писать то, что вы видите, либо просто включить камеру и навестись на интересующий текст. Приложение автоматически все переведет. Не скажу, что 100% точно, но даже этого хватит для банального понимания того, куда вы собираетесь войти. Что от вас требует запрещающая вывеска и какие ингредиенты входят в состав вашего обеда в ресторане. Но для нормальной работы приложения необходим интернет. А его в другой стране найти не так-то просто. Хотя электронным словарям он не нужен. Именно поэтому их все равно стоит иметь на своем мобильном устройстве. Ну а о том, как же не потеряться в другой стране из-за банального отсутствия выхода в сеть, вы узнаете после небольшого блока новостей, где, как обычно, собрана самая горячая и интересная информация. Начнем с новости, которая является продолжением множества предыдущих топиков программы Гаджет. А касаться она будет системы Content ID на YouTube, закона о добросовестном использовании Fair Use и все в таком духе. Около месяца назад парень, которого в интернете знают как ностальгического критика, выложил на своем канале видео, где задался вопросом, почему не соблюдается закон о добросовестном использовании? Почему авторы контента должны страдать из-за алчности и жадности правообладателей, которые мало того, что блокируют доступ к заработку блогерам, так еще и деньги их отбирают? Причем ни за что! Итогом размышлений стала массовая петиция, направленная ко всему миру. Ее целью было привлечение внимания в высших инстанциях к проблеме с авторскими правами. Необходимость в разрешении вопроса признали многие, и петиция моментальна, буквально за сутки, была подписана более миллионам человек. Я как производитель контента тоже это сделал, потому что проблема требует решения. Ну а теперь о хорошем. На петицию обратили внимание высшие инстанции, и они готовы обсудить проблемы, возникающие между правообладателями и блогерами. Уже в мае пройдут первые слушания по этому вопросу, и будем надеяться, что они к чему-нибудь приведут. Но не дожидаясь результатов, можно сказать, что резонанс, возникший на фоне проблем с Fair Use, привлек внимание множество сторон. В частности, главы YouTube на днях заявили, что снижают воздействие на блогеров своей системы Content ID. Теперь она будет более благосклонна, и, скорее всего, не будет лишать блогера заработка. Мало того, общественность надеется, что у обеих сторон, и у правообладателей, и у блогеров, будет возможность отстаивать свои права на равных позициях. Раньше, я напомню, авторы контента могли подать лишь три апелляции по вопросу нарушения, в то время, когда правообладателей бесконечно много. В таких условиях война однозначно проигрывалась. Новая система Content ID заработает не в скором времени, но обещает, что уже в ближайшие месяцы мы почувствуем ощутимую разницу. Что же, поживем, увидим. История показала, что люди не готовы были к такой перспективной вещи, как Google Glass. Непонятная осталась технология и функции. Хотя те, кому же все же довелось поучаствовать в тестах, отмечали, что Glass очень удобный, несмотря на внешне странный вид. Но в плотном потоке города мало кто обратит внимание на ваши странные очки. Мало ли, какие сейчас модели производят. Но суть не в этом. Компания Google, видимо, решила, что раз люди были не готовы к очкам, значит будут готовы к линзам. Да, вы правильно поняли. Судя по всему, великий гигант в скором времени начнет заниматься разработкой умных линз. Или уже ими занимается, потому что пользователи обнаружили патент компании, который полностью описывает принцип работы умных линз. Но вот теперь стоит сделать оговорку. Умные линзы подразумевают немного не то, что вы, возможно, подумали. Компания Google предлагает напрямую выживлять устройство в глазное яблоко. Вы правильно поняли, ваш хрусталик просто-напросто заменяется на механический, что позволяет вам превратить глаза в мини-компьютер. Некоторые из вас, возможно, сказали, ну и кому захочется вводить в себя инородные тела. Ну, к примеру, людям с очень плохим зрением. Такие устройства ведь не только всякую информацию на экран будут вводить, но и скорее всего будут помогать разглядеть что-либо вдалеке, сосредоточиться на определенном объекте и так далее. Для тех, у кого плохое зрение или оно вообще отсутствует, это находка. И такие технологии, как по мне, стоит поддерживать. Они сделают нашу жизнь лучше. Дети не дружат с электроникой. Это общеизвестный факт. Сколько раз мы сталкивались с банальной неспособностью техники вынести взаимодействие с детьми. Телевизоры сгорают. Наушники перекусываются зубами, ну, а экраны телефонов умирают от одного падения. Но с этим ничего не поделать, ведь дети, в отличие от взрослых, не постепенно знакомились с электроникой. Она просто была тогда, когда они появились. И им приходится с ней взаимодействовать так, как они считают нужным. Благо, производители электроники знают о такой проблеме. Поэтому сейчас очень много устройств, которые предназначены исключительно для детей. В них нет ничего особенного. Это просто урезанные по функционалу обычные гаджеты. Телефоны с парой кнопок, оболочки для операционных систем, которые позволяют детям смотреть только то, что вы укажете. И так далее. И мимо всей этой толпы довольно успешно проходили умные часы. А они в нашей жизни уже и не такие удивительные. Обыденная вещь. Вот только как и любая электроника под натиском детей, она может сломаться. В этом плане довольно быстро подсуетились инженеры из компаний Xiaomi, которые на днях представили общественности умные часы для детей. Как и другая детская электроника. Часы выглядят как обычные, вот только функционал их серьезно урезан. Зато он позволяет делать банальные вещи. Дети с помощью часов смогут отвечать на звонки, принимать сообщения, но а также с их помощью родители всегда будут знать, где находится их чадо. Удивительно в устройстве в первую очередь цена. Разработчики просят за свое устройство всего 50 долларов. По текущим меркам это очень мало. А теперь коснемся игровой темы. В частности сервисы цифровой дистрибьюции Steam, который уже довольно давно страдает от такой проблемы, как читеры, что только не предпринимали в корпорации Valve. Вводили системы по бану одну за другой, модернизировали их, но к сожалению это ни к чему не приводило. Количество читеров не уменьшалось, так как система, позволяющая нарушать внутриигровые правила, становились все более сложными. Но Valve все же нашли решение, и оно довольно интересное. Пользователи сервиса Steam отныне обяжут привязывать свои телефонные номера к аккаунтам. Изначально это делалось для защиты, но в компании посчитали, что и для отлова читеров привязка тоже сойдет. Теперь если система баг поймает вас на читерстве, то вас заблокируют, и мало того произойдет это именно по номеру телефона. Обычно у читеров есть множество аккаунтов, вот только номеров телефонов гораздо меньше, а значит чаще всего они привязывают один и тот же номер на несколько аккаунтов. На это система и рассчитывает. Так что если читер сменит аккаунт, но к нему будет привязан телефон из черного списка, то и второй аккаунт также подлежит блокировке. Та жестока, но все это для комфортной игры. Если вы не хотите такого и жаждете играть исключительно в свое удовольствие, минуя факт наличия других людей в одной игре с вами, тогда смело получайте бан. Одев рюкзак и взяв смартфон, мы отправились по улицам Уфы тестировать различные приложения для туристов. Все для того, чтобы подготовить вас к поездке в другую страну. Немногим ранее мы с вами узнали, что помимо обычных словарей, можно пользоваться сервисами моментального перевода. Достаточно навестись камеры на интересующую вас надпись, и смартфон при помощи интернета покажет вам ее перевод. Но возникла интересная проблема. Для работы таких приложений необходим выход в интернет. Без него никакого перевода не будет. Но как выйти в сеть, находясь в другой стране? Давайте узнаем. Если вы не активный путешественник, тогда вам будет достаточно Wi-Fi-сети, которые предоставляют отели. Они могут быть как общие на все здание, так и продаваться как отдельная услуга. Но даже несмотря на это, в фойе любого отеля будет незапароленная Wi-Fi-точка. Но что если вы хотите действительно путешествовать? И мало того, обмениваться своим путешествием с другими людьми через социальные сети? Тогда вам необходимо воспользоваться приложением для поиска Wi-Fi-точек. Одним из таких является Wi-Fi Finder. При включении этой программы она тут же начнет поиск точек беспроводного доступа вокруг вас. Вопреки распространенному мнению, что за рубежом интернет найти сложно, это не так. Множество сетей быстрого питания, библиотеки, отели и даже торговые центры предоставляют своим посетителям безлимитный интернет по беспроводной технологии. Да, он, конечно, не быстрый, но его хватит для банальных и простых задач. К примеру, для переводчика, ну или же поиска маршрута на картах. Кстати о них. Мы с вами еще с прошлого выпуска в курсе, что карты без интернета работают очень плохо. Но при каждом запуске они будут скачивать, распаковываться и лишь затем показываться. А если нам срочно надо понять, где мы находимся? Тут есть несколько вариантов. У тех же Google карт, к примеру, есть возможность сохранять нужные области. Для этого достаточно выбрать специальный пункт в меню, настроить границы сохранения и все. Только позаботьтесь о том, чтобы места на вашем устройстве было достаточно. А то весят сохраненные карты очень много. Но помимо вариантов с Google картами, есть возможность скачать приложение по типу City Maps to Go. Это программа с великим множеством оффлайн-карт. Даже без интернета вы никогда не заблудитесь и всегда сможете не только найти достопримечательность, но и посмотреть, как до нее добраться от вашего текущего местоположения. Очень полезно и удобно. Особенно в путешествиях. Но что насчет поиска интересных мест? Что поможет путешественнику насладиться пребыванием в новом месте? Как узнать, какие мероприятия вот-вот будут проходить неподалеку от вас? Об этом вы узнаете после рубрики «Концепты». Сезон пикников и путешествий по необъятным просторам нашей страны открыт. Все, кто любит природу, начинают покидать город, чтобы насладиться тишиной, дуновением ветерка и пением птиц. Как раз для таких людей и изобрели устройство под названием Enkist of Wild. Это походная печь, но не простая, а со скрытым смыслом. Выезжая на природу, люди очень часто берут с собой полноценные пичи с баллонами, либо же просто разводят костры. Как вы понимаете, и первое, и второе довольно опасно при неосторожном обращении. Разработчики Enki позаботились о том, чтобы приготовление пищи на природе было занятным и безопасным. Для этого они разработали особую систему, благодаря которой огонь сосредотачивается в определенном месте, почти так же, как в обыденных бытовых комфорках. Это позволяет использовать меньше топлива, но при этом получать больше пользы. Как раз для этого в первую очередь и создается Enki. Ни для кого не секрет, что человечество медленно, но уверенно истощает запасы топлива. Такими темпами уже совсем скоро нам придется в экстренном порядке менять источники энергии. Enki же позволяет использовать практически все, что вы найдете под своими ногами. Мелкие ветки, крупные ветки, шишки и так далее. Единственным минусом устройства, который хотелось бы отметить, необходимость во внешнем источнике питания. Помимо Enki в дорогу вам необходимо брать с собой солнечную батарею, либо же внешний аккумулятор. Без него это обычная вытянутая печь и ничего более. За это, конечно же, обидно, но сейчас устройства такого плана достаточно небольшие по размерам, а вмещают ощутимо много энергии. Поэтому взять помимо Enki в дорогу еще и небольшой плоский пауэрбэнк, задача не такая уж и трудная. Компания по сбору средств только-только началась, а разработчики уже получили всю необходимую сумму в 30 тысяч евро для запуска проекта в массовое производство. Теперь у них есть еще около 20 дней, чтобы набрать больше, и возможно снабдить Enki Stop While дополнительными функциями, либо элементами. Следующий концепт понравится любителям двухколесных транспортных средств. Я говорю о велосипедах, если что. В нашем городе людей, которые их обожают, великое множество. Ведь не зря у нас даже проходит день тысячи велосипедистов. Когда большая колонна людей движется по улицам, вовлекая в свое движение все большее и большее количество народа. Велосипед это классно. От него очень много пользы, да и в городе, особенно при нынешней дорожной ситуации, такое средство передвижения незаменимо. Но знаете, что может сделать его еще более полезным? Моторчик, с помощью которого можно будет не крутить педали, а просто сидеть и наслаждаться поездкой. Системы такого плана обычно покупаются и устанавливаются людьми отдельно. Выглядят они для незнакомых с технологией довольно сложно. Но на просторах портала Kickstarter появился стартап, который возьмет на себя все проблемы по превращению обычного велосипеда в моторизированный. Geo Orbital Wheel. Это, как нетрудно догадаться, из самого названия колесо, которое устанавливается за место переднего на вашем двухколесном транспортном средстве. И это все, что по сути можно сказать о проекте. Разработчики создали его таким образом, чтобы абсолютно любой мог легко и без проблем им пользоваться. Всего-то и надо, что отсоединить одно колесо, а затем на его место установить другое. Для бывалых велосипедистов эта задача ровно на минуту. Зато сколько радости она потом принесет. Устройство позволит вам разогнаться до 20 миль в час, не крутя педали. Таким образом вы довольно быстро доберетесь до места назначения и при этом не вспотеете. Ну а если вас не устраивает, что велосипед превращается в мопед, тогда педали все равно можно крутить. И при этом вы получите скорость до 50 миль в час. Довольно внушительно, не правда ли? Этот стартап только появился на просторах кикстартера и уже получил необходимую сумму в 75 тысяч долларов. Но на этом ничего не закончилось. По последним данным сейчас на счету компании уже 100 тысяч долларов. А до ее окончания чуть больше месяца. Так что будьте уверены, проект запустится и уже в скором времени моторизированные колеса поступят в продажу. Продолжение следует... Выбросите бумажные путеводители и карты в мусорное ведро. При наличии смартфона они не нужны. И это доказывает программа «Гаджет» и я, Сергей Велоусов. Сегодня мы в очередной раз отправились гулять по улицам Уфы, чтобы проверить программы, которые помогут путешественнику не потеряться в другой стране, а также насладиться пребыванием в ней. Ранее в программе мы выяснили, как пользоваться моментальными переводчиками. При помощи какого приложения найти Wi-Fi точки. И как сориентироваться в незнакомом месте при помощи карт, которым не требуется выход в интернет. А теперь поговорим о развлечениях. Очень часто, будучи в другой стране, мы хотим там увидеть то, чего в России не так уж часто и увидишь. Это могут быть как и достопримечательности, так и просто какие-либо интересные мероприятия. Для того, чтобы не пропустить все самое интересное и жизнеместо, куда вы направляетесь, советую воспользоваться еще парочкой интересных программ. Одним из них можно назвать travel guide. В нем собрано множество различных отзывов о местах и достопримечательностях, которые посещали другие, такие же, как и вы путешественники. Причем там собраны не только знаменитые местные памятники, скульптуры и так далее. Некоторые вообще о булочных со вкусным хлебом в приложении пишут. И это тоже очень интересно. Ведь такие вещи отражают внутреннюю жизнь страны, которую вы посетили. Наполнение влияет на общую атмосферу. В travel guide вы и сами можете оставить отзыв об определенном месте, либо же показать людям то, чего они еще не видели. Отличная социальная сеть для путешественников, из которой просто так можно много чего узнать. Ну а о всяких кафе, ресторанах и местах для развлечений вы также можете узнать при помощи приложения, о котором мы говорили немного ранее. City Maps to Go. Там помимо маршрутов есть указатели, а также описание мест различного плана. Но на этом список программ для путешественника не заканчивается. Попробуйте и другие приложения. К примеру, Guides by Lonely Planet. В нем собрана абсолютно вся информация о различных городах. Валюта, местное время, карта, места и достопримечательности. С таким вы точно не пропадете. В завершение хотелось бы сказать, что у всего есть альтернатива. Так и у программ, о которых я вам сегодня рассказал, есть свои клоны. Но это не делает их плохими, ведь работают они по похожим принципам. Подыскивайте нужную для вас программу. Ну а на этом все. Не забывайте посещать официальный сайт телеканала UTV U2U.ru и добавляйте наш YouTube канал в подписки. Ну а на этом все. Будьте на волне прогресса. Пока!